Амич Владислав Попов против бойца из Кыргызстана Сергея Смирнова. Два чемпиона мира и только один пояс. Мощный обмен ударами на первых секундах. Наш боец быстрее. Стремительный удар правой через руку соперника. Нокаут. Чемпионский пояс выиграл омский боец. Очень большое волнение было, потому что много родных, знакомых пришли на бой. Поэтому очень тяжело было подготовиться, не так, как за границей. Но собрался с мыслями, настроился на хороший бой и результат. Сокрушительные удары во втором международном поединке турнира. Боец из Армении Мамука Усубян здорово чередовал мощные удары коленями с резкими выпадами локтями. По баллам выиграл омского бойца Виктора Сагайды. Буквально следом два наших спортсмена Дмитрий Крупа и Рамиль Сагидулин сорвали аплодисменты зала в поединке по версии К1. Хлесткие лоу-кики, темп, резкие вертушки ногами с разворота, рубка на руках, акцентированные скоростные серии. Дмитрий Крупа точнее. Несколько хороших кроссов с левой руки. Красивая победа по баллам. Рад, что сегодня я выиграл. Получилось много, что хотел. И порадовало зрителей. Хорошо выступил на таком профессиональном турнире. Победа на характере. Третью медаль омской команде принес молодой боец Даурен Султангазин. С жесткими точными ударами коленями в клинче Амич сумел выиграть ближний бой у сильного соперника из Екатеринбурга. Раздельным решением судьи отдали победу нашему бойцу. Очень хотелось победить. Очень получилось. Больше работы в клинче. Много отрабатывал это. Это помогло выиграть. Было очень тяжело. Но я терпел. И получилось в итоге выиграть. Не подкачали и наши юниоры. В турнире начинающих профессионалов лучшую технику продемонстрировали три омских бойца. Братья Дмитрий Евгений Бабеев и Даниил Кулагин. Дмитрий Бабеев с жесткой финишной рубки подтвердил свое преимущество в схватке с другим омским бойцом Сергеем Утробиным. Даниил Кулагин блеснул классической тайской техникой. Стремительными и точными ударами коленями со средней дистанции выиграл свой поединок техническим нокаутом. Эти турниры 1 на 1 пошли мне на пользу. Плюс на чемпионате мира еще побывал. И как бы все суммировало это. Добавило несколько технических моментов. И вот сегодня получилось для новинки это сделать. Я думаю, мой бой понравился зрителям. Был красочный. Следующий турнир из серии 1 на 1 пройдет в нашем городе в августе. Это будет всероссийское соревнование. Главными соперниками омских тайбоксеров будут бойцы из Новосибирска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Владимир Истомин, Артем Колесников. Антенна Си.